А вот есть другая история. Например, Архиерейский собор Русской Православной Церкви, главный руководящий орган нашей церкви, должен был собраться в ноябре 21-го года, но был принесен именно за яковидных ограничений на май 22-го года. И там целый ряд очень важных вопросов. Один из вопросов, который, возможно, там будет обсуждаться, это вопрос отношения с Константинопольским патриархатом, с которым мы еще в 18-м году, в конце 18-го года, прервали евхаристическое общение, каноническое, которые вторглись на нашу каноническую территорию на Украине, признали раскольников, прямо скажем, ряженых самозванцев, но которые очень много сделали и в отношении подвижек таких, прямо скажем, антиправославных, именно вероучительных. Вот есть ли смысл, на ваш взгляд, осуждения Константинопольского патриархата не просто как канонических преступников, но и как фактически еретиков? Я очень боюсь слова еретик, я бы им не разбрасывался. Потому что у нас в истории нашей можно было заслужить, какие-то были такие периоды, когда этим словом бесконтрольно пользовались, и под анафемы попадали люди за отсутствие бороды, там как бы еретиком могли назвать того, кто там нарушил пост в среду, скажем. То есть это здесь нужно, с этим термином нужно осторожно как бы вести себя. Наша церковь вообще чрезвычайно осторожная, может быть даже слишком иногда, как кажется неким не в меру горячим. Но здесь лучше 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Нам нужно выразить весь комплекс своих тревог и страхов обоснованных и аргументировать свои страхи и тревоги поведению Константинополя. Он, по сути, разделяет православный мир на два лагеря, на прославянский, скажем, такой прогреческий какой-то лагерь. Это непозволительно с точки зрения всемирной миссии православия, потому что у нас еще есть Африка, у нас есть еще Япония, у нас вообще есть, кроме греков и славян, у нас в православном мире еще есть очень много людей разных, и это преступление на самом деле. Нам нужно аргументированно высказать свои тревоги, страхи и боли, наши боли внутренние от того, что вытворяется различными кафедрами. Нам не так сейчас вообще страшны католики, которые находятся в униженном положении и которые уже сами потеряли всякую веру в то, что они хранят веру вселенского масштаба. Они настолько сейчас подверглись ударам с разных сторон, что они смирились до зела, нам сейчас их бояться вообще нечего. То, что мы боялись столетиями празелитизма, католической экспансии, это вообще все сдулось как шарик. Но под нами, рядом, под боком у нас, где-то в районе сердца, выросла как бы новая греческая экклезиология, и мы просмотрели ее. Мы-то научились смотреть на мир греческими глазами. Кого греки называли иритиком, то мы называли иритиком. Кого греки, там, фу, анафема, мы тоже вслед за ними фу, анафема, как малые дети. Теперь пришло время повзрослеть и посмотреть на мир своими глазами, а не греческими. Потому что греческая, царьградская, константинопольская, эта экклезиология, она, конечно, не православна. Она наделяет константинопольскую кафедру небывалыми, неслыханными, исторически неоправданными, ничем не подтвержденными привилегиями. То, что называется восточным папизмом. Да, да, да. То есть я говорю, что не так страшен Бенедикт, как его молюют, значит, такой, как страшен Варфоломей, с тем, что он себе усвоил в голове. Сам-то он может быть самым приятным человеком, каким-нибудь смиренно молящимся. Но то, что у него в голове, то, что будет у его преемников, это новая греческая экклезиология, которую мы проморгали. Оно так выросло само себе, они уверовали в это. И они теперь дуют в эту дудку, значит. Хотя, в принципе, эта кафедра не имеет апостольского прямого преемства. Это политический примат. Это кафедра, возникшая из близости к императору. Не более того. Гораздо выше ее и Антиохия, и Александрия, и, конечно, Рим, и тогда Иерусалим. Хотя он тоже позже стал патриархатом. Вот. Поэтому у нас этот древний спор, так сказать, вернее, новый спор из древних проблем. Проблемы очень древние. Греков лукавыми называли давно у нас. В повести временных лет. Да. Мы в целом любим их. Любим их за монашество, за то, что мы получили веру от них, за богословов их удивительных, за отцов, которые сплошь почти греки, значит, такой, или грекоязычные, там, скажем. Вот. Мы любим их. Мы не можем их не любить. Русские вообще всех любят, честно говоря. Но новая экклезиология Константинопольской кафедры – это страшная опасность. И мы, проморгавшие ее в прошлом, должны дать на нее адекватный экклезиологический ответ. И должны, не называя их еретиками, там, не порывая с ними все и вся. В церкви же такое было. Столько у нас было разрыва между кафедрами. И так длились долго расколы между разными кафедрами. Вот. Что мы, изучая историю церкви, должны успокоиться. Она все пережила. И это переживет. Но нужно вести богословский ответ, богословскую работу и скреплять свою собственную паству. Редактор субтитров А.Семкин